и снова здравствуйте всем привет и так значит такая ситуация если у вас допустим происходят какие-то события и потом нужно снять какие-то воспоминания а воспоминания всегда в основном в этом в черно-белых тонах идут как это все дело сделать значит вот такой результат у меня получился вот такой значит товарищ как называют негр или нельзя так называть наверное это афроамериканец да и вот прикольно если какие-то события допустим он вспоминает то можно снимать вот это все дело в черно-белых тонах прикольный будет сюжет согласитесь давайте посмотрим как тут все выглядит в шейдерах я делал одно а намутил совсем другое так получается так я сейчас ближе приближу и вот вся суть вот в этом вот вот в этой настройке вот я ее оставлю значит в группе хорошем качестве так рассмотрим вот эти от мультиплай и где их найти это значит заходим и пишем матч по-английски так меня на русском стоит час матч вот этот матч мы открываем так связку добавляем и вот здесь значит идет это и переключение от мультиплай потом можно экспериментировать еще что-нибудь на мутить не очень значит в этих делах подвязано сейчас сижу это нахожу какие-то скриншоты и там очень плохо видно на некоторых бывает все размыто и вот я методом тыка вот что могу то и добавляю и вот что получается так вот один coloramp смотрим вот мы начинаем переводить все это дело можем от светло делать что он будет просто как рисованный что ли черно-белый значит здесь черный серый цвет и белый я установил вот черный наводим на белый у нас получается видите вот это тень прикольная так если мы значит наведем вот этот черный на серый то у нас получается вот такой оттенок черно-белого даем вот тоже оттенок черно-белого ползунками тут играться если еще один какой-то добавить допустим вот добавим здесь черный еще один да то тогда получается приближаем его серый отводим в центр или вот за него то два черных цвета тут получается потом добавляем посередки вот в дальний белый это значит отводим поближе к черному серый становится у нас чуть больше расстояние если мы уменьшаем подводим белый выше берем то будет светлее так еще один можно добавить добавим допустим и здесь еще добавим черный так черный можем от тоже тут играться переводить серый уменьшить расстояние навести на него черный вот у нас получается вот это вот тень и значит белый поиграемся поводим его ну в принципе есть возможность есть что-то такое получится а ну-ка еще один добавим и еще добавим один черный допустим ну вот тоже прикольная такая расцветка черно-белого да как рисованный получается с тенями если тени вот эти чуть-чуть переведем в бок черный чуть-чуть расширим серого то получается вообще прикольно так тут можно чуть-чуть его светлее делать так еще что тут можно сделать так черный цвет удлиняем а ну-ка если заменить на какой-нибудь другой цвет ведь он не реагирует значит тут можно еще оставить какой-нибудь серый тоже вот серого побольше уже что-то этакое выходит так смотрим связку еще значит здесь у нас миг шейдер вот он мы можем тут им еще регулировать потом можем регулировать вот этими еще вот они значит это поменьше допустим ну сколько там 100 тут 300 поставим а тут можно 400 или лучше вот как раз на 300 выходит вообще бомбовский прикольно так здесь что у нас уходит кламп можно еще кламп включить другой вроде вид ну навряд ты даем так что еще paint вот можно paint ставить если paint смотреть что у нас с ним получится так вот эта волна а здесь значит вот еще другой вариант какой-то получается если подобрать более-менее нормальный чтобы под фильм под мультфильм подходил то в принципе деревья черно-белые короче все черно-белое идут воспоминания да так еще сейчас одну связку посмотрим вот эту связку я сейчас пока не буду сохранять open предыдущая по моему у меня лучше получилось да вот она вот получилась такая предыдущая у меня связка 200 400 и вот здесь ползунки установлены вот таким образом значит серая поближе к черному потом идет у меня белая потом черный цвет регулируется опять же белая вот здесь это все дело нужно просто поймать да так если что-то тут подключать возможно тут что-то и не нужно да то получается вот такой черно-белый цвет чисто на вот такой маленькой связке так если мы эту связку добавляем ну-ка допустим на низ вот тут уже другой цвет получается если мы наверх переводим то получается тоже другой так здесь если прибавим побольше цвет нам мультиплай значит выходит так так спину и сюда поймать подсветить вот тоже интересная вариация д пейнт по одному так здесь значит на 300 вектор можно еще вот этими на поэкратце юли подключить нормально так объект в принципе прикольная штука так так больших изменений как таковых нет но ничего так если вот а тут поставить на объект ну вот нормально так а если поставить на камеру камера камера а тут внизу объект то получается у нас вот такие какие-то разводы и так а если ворд поставить то получается нормальный черно-белый вид то вот можно здесь поэкспериментировать но вот этот вариант так open как то сразу больше подходит вот и свет тут как-то перепады дает нормальные вот словом информация значит если кому-то пригодится возможно не пригодится но все это дело я сейчас кину в группу и можно будет это значит соединять так вот на качество побольше сделать хотя у меня скриншоты очень хорошо это дело все скринит да видно вот эти все надписи так вот сейчас скриншот делаю и посмотрим как он будет выглядеть ну вот если видите вы будете приближать все видно coloramp потом multiply add вектор transform камера дата текстур координат ну и можно если еще посидеть поэкспериментировать что-то подобавлять что-то поубирать может еще какой-то результат хороший получится ну вот такая словом информация все всем пока до свидания